В 70-е и 80-е годы прошлого века образ женщины в живописи буквально преобразился по сравнению с периодом 1-3 века. Это хорошо отражают картины, представленные на выставке «Любимое лицо». Она заработала в Ульяновском областном художественном музее. Все они из коллекции Государственного выставочного центра «Росизо». Партнерство с «Росизо» в принципе благотворно всегда и для всех. Потому что это одна из таких старейших организаций в нашей стране, которая всегда занималась и коллекционированием искусства для Министерства культуры России. «Росизо» обладает необъятными фондами, невероятно интересными произведениями крупнейших художников. К началу 1970-х годов на смену работницам и колхозницам пришли более утонченные лица, близкие к классическим идеалам искусства. В них прослеживается женская судьба. Другими словами, художников стали больше привлекать индивидуальные особенности модели, чем ее социальный статус. Эта выставка, можно сказать, очень уникальная. Очень уникальная. Это срез, определенный срез, определенный срез искусства от 80-х, 90-х годов прошлого века. Здесь, на этой выставке, представлено много художников, которых я лично знал. Вот учился, вот с Петром Петровичом Баксаром учился, замечательный художник, в общем-то. Учился с Лангом, вот учился в Суриковском институте. На выставке есть лирические сюжеты Алексея Мыльникова, мифологические композиции Александра Ситникова и классическая красота персонажей Елены Романовой. Молодость возвращается, когда смотришь на эти работы. И очень приятно, что они глубоко профессиональны, и что они несут в себе тот заряд оптимизма, который, видимо, был свойственен людям в то время. И современному поколению очень хорошо увидеть бы этот, и почувствовать этот заряд оптимизма. Экспозиция объединила более 20 произведений живописи и скульптуры, созданных в стилистике реализма, примитивизма, сюрреализма, фотореализма и других направлений.